Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 6 июля 6 часов утра, а вагоны уже накалены, и солнце нестерпимо яркое жжет, как в полдень. Толпы китайцев метут станцию между путями, собирают бумажки, окурки, всякий мусор. Поднимается пыль, и светящимся туманом стоит над станцией. Всю ночь без перерыва приходят и уходят поезда, свистят паровозы. Резко, раздраженно, точно обиженные, что может здесь кто-нибудь спокойно спать, Может думать о том, что сегодня рождение его дочки, Что там где-то за 10 тысяч верст живут люди этой жизнью. И резко кричит паровоз. Нет, 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 нет этой жизни, нет! И громыхая, несется он, и дрожат вагоны, путь, И, кажется, вот ворвется и раздавит всех тех, Кто смеет думать об иной, чем это, жизни. Жара и мухи одинаково на всех влияют. Все давно на ногах, каждый за своим делом. Окончив свои дела, захожу к Демчинскому. Он укладывается и едет в восточный отряд к графу Келлеру. Едут через Ляо-Ян. Василий Иванович, как и думал, Уже уехал сегодня утром на передовые позиции первого корпуса. А оттуда хочет пробраться на передовые позиции графа Келлера, В его штаб, в Халунгоу и Непатхиян. Сегодня опять были энергичные слухи О наступлении к уроке на левое крыло графа Келлера, На генерала Гершельмана Ухуангадзи. Один из офицеров генерального штаба Растолковал мне положение вещей. «Я только ставлю вам одно условие», — говорит он мне. «Мои сведения не для Телеграма. Письмом? Сколько угодно. Пока письмо придет, Все это будет уже иметь только исторический интерес». «Нет-нет, я Телеграм больше не посылаю. После нескольких неудач, После того, как прочитав, Я убедился, как их перевирают, Я окончательно отказался от Телеграма. Ну и отлично». Движение графа Келлера было наступательное, А наступление было целью испрямления нашей боевой линии. «Мы должны иметь свой тыл на севере, А у нас на левом крыле, Там чуть ли не к железной дороге, Положение неправильное, Надо его исправить». И, следовательно, будет бой? «Будет». «На этих днях?» «Через неделю, 8-9 дней. И, по-моему, бой серьезный». «А у японцев нет цели отвлечь наше внимание От порт Артура или Инкоу». «Если бы и было, У нас все равно другого выхода нет. Мы должны спрямить нашу линию». «А если не спрямим?» «Бог даст, спрямим». «Это будет генеральное сражение?» «Как пойдет дело. Оттянуть мы всегда можем. А можем без боя отступить на север?» «Не думаю. Вряд ли теперь возможно уже стянуть войска. Инкоу и Янтай – Дистанция порядочная». «Что-то, значит, серьезное надвигается». «Одожди». «Может быть, еще продержится погода». «Ну, а теперь я вам еще новость скажу И можете телеграфировать о ней каждому. Командующий уезжает из Дашичао». «Когда?» «А вот, поехал». Мы в это время входили на платформу, И я, вероятно, с открытым ртом смотрел, Как проходили перед нами вагоны за вагонами Из поезда командующего. Водом из окон мелькнуло лицо командующего. Я недели три не видал его. Такой же сосредоточенный скорбный взгляд, Как будто прибавилось седых волос, Но та же обаятельность душевной кристаллической чистоты. Она передается, И я опять вижу светящиеся лица солдат. И я опять чувствую и переживаю Историческое мгновение. «Ну, со, теперь прощайте, И не поминайте лихом. И вы едете?» «Да, вот и мой вагон». И он смеется и кивает мне головой, Уже стоя на площадке быстро уносящегося вагона. «Вы когда хотите ехать?» Спрашивает меня полковник, Заведующий перед движением. «Я объясняю, что держит меня». «Так ведь и весь штаб уехал». «Ну, в таком случае я могу ехать хоть сейчас». «Видите, через час идет поезд, Но к нему я не могу пристегнуть вашего вагона. Но зато дам вам вагон вашего же генерала, А ваш отправлю в 11 часов вечера». «А если я через час поеду, Когда я буду в Лиаяне?» «На час позже командующего этот поезд придет». «То есть 4 часа всего езды? А 11-часовой поезд когда придет?» «Завтра, вероятно, к вечеру». «В таком случае пользуюсь вашим любезным приглашением. Но мой вагон вы не забудете отправить?» «До сих пор ничего еще не забывал». «Я иду в свой вагон». «Ну, Михаил, переносите вещи». «Все?» «Главное, письменный столик и постель». «Я так привык к своему складному столику, На котором пишу теперь и в вагоне, И в Лиаяне, вне вагона, Что, кажись, не будь его у меня, И настроение бы пропало». «Как только вагон и поезд подали к перрону, Несколько человек подходят и просят захватить их. Лично я и вагон к вашим услугам, Но мне кажется, надо получить разрешение у подполковника». Разрешение получено, и мы трогаемся. «Писать, как я хотел, не удалось в дороге. Мы быстро знакомимся, Михаил подает нам чай, Купленную в инков ветчину, В большом купе усаживаемся вокруг моего стола, И незаметно в интересных разговорах о войне Проводим свое время до Лиояна. Да и недалеко. Хайчен, Аншаньчжуань и Лиоян. Всего 87 верст. Следующую запись в своем дневнике Михаиловский сделает только 26 июля. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество. Маркс». 1916 год. Продолжение следует... Под행yer.